Друзья, добрый вечер! Ну что, вот, свершилось! Наконец-то я приступаю к оформлению своего сапога от JustNan. Он пролежал у меня без малого год. Я его где-то в январе, наверное, прошлого года начала, сразу после Нового года, очень вовремя, ну, с надеждой, что я его успею до следующего Нового года, то есть вот до этого, вот, как бы я успела, да, все, у кого-то, извините, у меня на рабочем столе вот так вот, да, ну, бывает. И сейчас уже очень темно, ночь, полночь, и снимаю с искусственным светом. Тут вот у меня лампа светит. Ну, вот что есть, то есть, ребята. Ничего поделать не могу. Ткань выбрала вот такую вот, я вам ее уже показывала, бежевая в тон вот этих вот, не знаю, что тут будет видно, листочков. Ну, еще одного из бежевых цветов на сапожу, конечно, получился шикарный. Вот вышивка просто до сих пор как-то меня, знаете, не оставляет равнодушной, хотя это уже все давно отшито. Ну, вообще просто я в полной восторге, очень рада, что я это все сделала. Это нелегкий, на самом деле, процесс. И личико вот это вот ангельское, которое вышито через одну ниточку. Ну, просто прекрасно. бисер замечательный, комбинация цветов. Ну, в общем, все здорово-приздорово. Вот такой должен быть результат. Итак, как будем действовать? Первое, идем гладить. Еще раз проглажу вышивку аккуратненько, очень с изнаночной, скорее всего, стороны, чтобы ткань была максимально гладкой. Проглажу вот эту вот ткань, которая будет тыльной стороной сапога. И вот еще раз, еще я приготовила вот такую ткань. Это будет, эта ткань будет внутри. То есть она по цвету очень хорошо подходит. Ее практически никто не будет выглядеть, видеть. Но все равно подкладку надо сделать из чего-то. Ничего менее неприметного у меня не нашлось, а белую я делать не хочу. В общем, а может белую сделать? Как-то я не подумала про белую. Давайте я сейчас подумала про белую. У меня же белая ткань есть. Может быть, и белую сделаю. Так, вот нашла я белый цвет, белая ткань. У меня ее приличный кусок. Я ее как раз покупала на какие-то такие вот вспомогательные работы. Ну и что-то, мне кажется, слишком будет белая. И вот еще, смотрите, нашла двунитку. Дунитка как раз такого же желтенького цвета. Не знаю, что мы сейчас тут разглядим сами. В общем, наверное, вот из нее я сошью внутренний сапожок. Все равно видно, этого ничего не будет. Итак, что делаем? Все проглаживаем. Все продублевируем. Нашла у себя какой-то дешманский дублерин или флизелин. Я их вечно путаю. Ну, посмотрим, если он будет безобразничать. Значит, я этот этап оставлю на завтра. Завтра просто зайду, получше куплю. Значит, проглаживаем, дублеринем выкраиваем. На схеме прямо есть контуры сапожка. Вот так вот я переведу на калечку и все это дело выкрою. И, наверное, после того, как все это сделается, мы с вами еще раз встретимся. Третье привет, моя красавица. Огонечки горнолыжной трассы виднеются. Да, а меня ждет вот эта вторая часть работы сапожком. Давайте покажу, что я вчера успела сделать. Итак, вот перед вами главный герой моих изысканий, старания. Вот так он пока выглядит. Значит, что у меня тут? У меня тут выкройка на калечке. У меня тут подготовленные детали для сшивания сапожка. Сейчас покажу, расскажу, что конкретно сделала. И сшитый внутренний сапог. Пока я его сшила, он опять помялся, но я его поглажу. Ничего страшного. Лицом вовнутрь. Пока не выворачиваю. Да, я вообще не буду выворачивать. Если все хорошо, прям так и вставлю. Значит, выкройку сняла со схемы. Вот просто взяла калечку и перевела. Все стандартно. А вот как перевести выкройку на детали с вышивкой. Извините, как перевести выкройку на детали с вышивкой. Вот здесь мне пришлось немножко поковыряться. Вот видите, две линии потоньше и потолще. Вот линия потоньше, выполнена мононитью. И я просто взяла схему и ровно по тем клеточкам, по которым там размечены контуры сапога, я прошлась мононитью. Причем широкий стежок у меня оказался с изнанки. Вот если мы посмотрим, то вот лицо там внутри у нас. А чтобы снаружи вы видите, где шить, я пошила специально так, что на лице у меня очень маленький стежочек, с изнанки большой. И вот эта вот тонкая черная линия, вот это вот, это как раз то место, где должен проходить стежок. Вот это вот просто наметка. Я очень хочу аккуратно все-таки постараться выполнить и чтобы детали не скользили, хотя они, в принципе, не должны особо скользить, потому что обе части, обе части из натуральных материалов, хлопок, лен, но все равно лучше перебдеть. Это не сложно, это заняло буквально две минуточки у меня. Вот, сейчас я приготовлю ниточки, машинку и прошью очень вот предельно близко вот к этой тонкой ниточке. И тогда мы с вами снова встретимся. Вот еще хочу показать, как вот эту вот коробочку мне подарила Татьяна, Танюшка Галкина. Танюш, вот так вот у меня тут все устроилось. Это сейчас моя мобильная швейная коробушка. Здесь помидорина с булавочками, здесь резачки сантиметр и вот это вот очень классная магнитная игольница. Какая-то совсем простая. То ли гамма, то ли китай. И шифрить я буду вот такими ниточками бежевенькими. Они слегка, слегка совсем бежевые, ближе даже к крючилку беж. Мне кажется, они оптимально подходят. Это, к сожалению, не лен с лавсаном. Это обычный дартеп, по-моему. Более близкого у меня ничего. Нет, ну все, хватит заклынивать. Сейчас пойду же, давайте посмотрим. Шовчик я сделала. Посмотрите. Так, сейчас настроимся. Вот его даже не видно. Вот прямо четко, четко, четко я вот его через камеру даже не вижу. Так, близко я его сделал, окно на ниточке. Здесь вот получше видно. Вот, ниточку тоже вот здесь вот хорошо видно. Контуры сапога. Позырю. Сейчас проверим. Вот он прекрасный, по-моему, получился. Сейчас снимаю наметку, обрезаю лишнюю ткань, выворачиваю и снова встречаемся. Посмотрите, какая красота. Супер, супер. Сейчас это я все подправлю, чтобы было ровненько. Я обалдею. Вообще. Сейчас я все поглажу. Отлично. Друзья, снова привет. Это уже следующий день моих совершений. И вот вы можете уже видеть вполне оформившиеся, ну как бы как оформившиеся, ну то есть уже похожие на готовое изделие промежуточный, промежуточный какой-то вариант. Давайте посмотрим поближе, что же я сделала. Итак, я его сшила. Я вам вчера показывала, ну вернее в этом же видео чуть ранее показывала, что я сделала наметку по контуру сапожка. Я это, поэтому контуру все очень хорошо прошила, вывернула. Давайте я вам покажу внутренний сапожок. Вот он выглядит вот таким образом. Все места, где у нас строчка имеет выпуклый либо вогнутый форму, я вот так надсекла, чтобы он при... Когда вот вы вывернете, чтобы он не был с такими заломами, да, а чтобы он лег очень хорошо и ровненько. Это, безусловно, действенная мера и не только вот в таких прикладных вещах, но и в... Ну, как бы, если вы шьете одежду для себя, да, что-то я заговариваюсь. Значит, сапожок я чуть-чуть буду ушивать вот здесь. Вот он немножко, буквально на пару миллиметриков почему-то получился широковат. Но это не сложно и не страшно. Я вот просто дам параллельную строчку, а старую распущу. Ну, вот показала вот из-за этих вот надсечек. Точно так же я их сделала вот в этих местах всех, по пяточке, по ступне, по носочку, вывернула и прогладила. Далее я скрутила шнурочек. Вот он, видите, шнурочек. На покупку готового шнурка я не согласилась сама с собой. Почему? Потому что... Так, кое-что я потеряла. Вот он. Почему? Потому что весь шнурок, который продается, на мой взгляд, слишком грубый для такой вообще изящной ювелирной работы. И цвета не совпадают, и размер не совпадает. Короче говоря, я решила скрутить из малине. Здесь я использовала два цвета. Это цвета 739 и 152. Значит, я померила, сколько мне надо длины. Отложила второй раз такую же длину и добавила еще полметра. И у меня получилось, вот не поверите, когда я все скрутила, шнурок ровно на то, чтобы обшить сапожок. Часть заправить, запрятать вовнутрь. И у меня остался вот такой кусочек. Всего лишь. Вот так вот я практически наугадил. Ну, то есть вот получилось ровно тютелька в тютельку. Естественно, цвета совпали один в один, потому что оба эти цвета использовались в работе. И получилось очень нежненько. Шнурочек выполнил свою функцию, так как он закрыл стыковочный вот этот шов. Он придал дополнительную прочность, потому что лен все-таки достаточно прохонный материал. Ну, то есть переплетения достаточно большие в сравнении, допустим, с хлопком. И поэтому, как бы вы строчку не давали, если вы так вот раздвигаете, на месте шва все равно будут видны просветы. Вот этот шнурочек очень хорошо закрылся. Закрыл эти просветы. Если мы посмотрим на оригинальное оформление, вот что нам предлагает автор. Здесь как раз оформлен шнурком потолще. И цвета белый и бежевый. Ну, или молочный, там, крю, например, и бежевый. А вот уже шнурочек, который идет кисточкам, он такой вот и розовый, и темно-розовый. Но я не уверена еще насчет этих кисточек. Сейчас вам расскажу шнурочек. Все-таки я решила сделать поконтрастнее, чтобы сапожок не смотрелся бледновато. И мне кажется, даже вот эта капелька розового цвета, она сделала свою работу. Дальше. Оформление входа в сапожок. Вот я выбрала вот эту вот тесьму. Я вам ее показывала в своих видео про свои запасы кружавчиков. Вот. Я ее просто с внутренней стороны в край подшиваю мулине вот этим, вот этого цвета. Потому что идеально подходит. Вот такое будет оформление входа в сапожок. Но мне показалось, что этого будет недостаточно. И я сегодня пошла в магазин, чтобы купить капруновую ленточку, ленточку из органзы вот такого цвета. К сожалению, вот такого цвета я не нашла. И бордового цвета, который бы, допустим, подходил вот к этому, да, темно-розовый, тоже не нашла. Я нашла вот такую вот ленту из органзы с градиентом. Начинается она белым цветом, заканчивается таким коричневым. И она очень-очень классно совпадает. Вот этот темный цвет совпадает вот с этим темно-бежевым, серо-бежевым, который был использован в сапожке. И поэтому я думаю, ладно, если не розовый, то вот эта ленточка будет служить дополнительным декором входа в сапог. Короче говоря, вот сюда она пойдет. Сейчас я вам покажу, как. Я купила метр этой ленты. Я сейчас прошью край на машинке швейной. Присоберу, чтобы она была фалдами, вот, ну, это я так, грубо говоря, грубо вот так сшила. И подошью ее вот таким образом. Вот, и она пойдет сзади кружева в присборенном состоянии. Вот будет это как-то так. Мне кажется, очень деликатно и изящно. Значит, вот это вот оформление, это, по сути дела, программа минимум, который я себе сейчас уже продумала и точно буду делать. Что же, давайте посмотрим, что же нам предлагает автор в качестве декора. Ну, во-первых, шнурочек по краю сапожка мы его выполнили, правда, немножко в других цветах. Значит, две кисточки, вернее, это будет один большой шнурочек, он просто вот здесь вот будет стыковаться. И вот, мне кажется, здесь бусина какая-то идет, чтобы получить петельку, да. И на концах этих, этого шнурочка, кисточки, естественно, готовых кисточек, чтобы они были не сопливые. Ну, извините, пожалуйста, блестящие такие вот, а вот такие благородные хлопковые в магазине я не нашла в своем близлежащем. И не уверена, что вот этих остаточков мулины мне хватит на кисточки. Поэтому пока будет у меня в планах просто петелька. И еще, почему я пока не буду делать кисточку. Я видела другие дизайны сапожков, вернее, даже мы уже тут складчину, Алена, привет, заказали еще сапожков. Вот у меня будет еще три дизайна для всех членов семьи, чтобы были в одном стиле. И вот на тех дизайнах есть очень интересная штука. Ярлычок. Вот здесь вот вышивается отдельно, где-то вот он, наверное, шириной, но может быть чуть шире вот этой ленточки. И на этом ярлычке написано имя человека, к которому принадлежит сапожок. В общем, он вот такой вот длинненький, он сюда вот привязывается на шнурочек и как бы вот играет, мне кажется, роль вот вместо этих кисточек. То есть очень красиво смотрится. Возможно, я отащу такой ярлычок. Вот, оставила, короче, все остатки. Вот тут есть достаточно большой кусочек, из которого как раз такой ярлычок можно сшить. Вот это вот он, вот таких примерно размеров. Здесь написано имя, здесь можно еще парочку цветочков сделать. И вот так вот его к сапожку на шнурочек привязать. И он будет служить вот таким логичным очень декором для петельки. Ну, а можно просто петельку сделать. Ну, вот с ярлычком я не знаю, успею в этом году или не успею. Пока программа минимум оформить вход в сапожок вот этими двумя ленточками, кружевной и органзой. Вшить петельку обычную. Ну, вот из такого же шнурочка я ее сделаю. Вшить подклад. И все. А потом, когда у меня будет время на каникулах, возможно, я что-то еще к Рождеству доработаю. Мне очень нравится идея закрыть вот эту вот стыковку. Ну, вот то место, откуда выходит петля. К тому же, у меня здесь будет стыковка кружевов, кружев, кружев, кружавчиков и ленточки. Закрыть это место красивым цветком. Посмотрите, как здорово смотрится. Ну, может быть, не такой цветок. Может быть, я что-то винтажное соберу вот из похожих материалов, да, таких вот немножко, немножко вот таких винтажных. Но это все, понимаете, вопрос такой пока неопределенный. Пока вот делаем то, что я вам сказала. Ну, и покажу уже готовый результат, наверное, уже в следующем видео. Спасибо вам большое за внимание. Вот такая интрижка у нас будет. Спасибо вам большое за внимание, за интерес к сапожку, за ваши лайки в Инстаграм на фотографиях. Я сама очень довольна тем, что получается. Я не ожидала, что будет настолько круто. Сапожок достаточно узенький. Ну, вот, как бы вот чуть больше ладони. Вот я пальцы вот так раздвигаю. Он очень такой, знаете, аккуратный, деликатный, изящный, вообще очень классный. И, конечно, для девочки отлично подходит. Ну, а другие варианты, вернее, дизайны сапогов покажу, когда получу посылку. Все, еще раз спасибо за внимание. Встретимся с готовым сапогом. Пока-пока.